всем привет вы мне на канале цветочная сорти сегодня я вам расскажу о таком очень красивом растении как компонула компонула растет в моем доме уже несколько лет вот радуя меня вот таким вот обильным прекрасным цветением но общий язык с этим растением я нашла не сразу купила на рынке взрослые уже растения но она у меня не долго процвело и пропала но я решила не сдаваться и пошла на рынок и купила у бабульки вернее вот этот вот цветочек это у меня вообще это у меня как сказать достался от бабушки это моя семейная реликвия а вот эти компонула я уже купила маленькими черенками на рынке так как очень хотела чтобы он мой у моего жениха была невеста вот я купила вот такой вот череночек маленький вот там пока показать потом обрежу покажу посадила его в торфяную таблетку накрыла бутылкой это было осенью и таки довольно быстро вот эта невеста у меня дала корешки на следующий год она обросла но не так сильно но дала все равно такие мелкие цвет мелкое цветение а вот уже через год посмотрите вот какая она стала большая и красивая компонула очень любит хорошее освещение и свежий воздух они вот у меня это я сейчас принесла просто сюда в квартиру они у меня висят в кашпо на балконе там всегда приток свежего воздуха во время роста свои компонулки я подкармливаю жидким азотным удобрением а уже когда вот чувствую не чувствую а когда вот они должны уже завязывать бутончики я подкармливаю фосфорно-калийным удобрением вот такой колокольчик прекрасно растет при температуре плюс 16 25 градусов конечно с приходом жары а я живу на юге украины это плюс 35 балконе эти колокольчики очень-очень страдают от жары на них может быть завестись завестись по путины клеща всегда рано весной для профилактики брызгаю от этого коварного зверя каким-нибудь препаратом и тогда все лето я не засматриваюсь туда не на какие паутинки ничего и она у меня растет цветет и радует но когда температура балконе уже опускается минус 10 градусов по и минус 10 плюс плюс 10 плюс 7 градусов я обязательно заношу в комнату ну в данный момент у меня не в комнату заношу а заношу на работу там у меня температура невысокая и они у меня там благополучно перезимовывают в этот зимний период я поливаю очень-очень скудно так как они могут загнуться загнуться особенно вот эти вот махровые сорта они очень боятся перелива и могут загнить корневая система в конце февраля например ну это такие молодые растения а вот вот такие вот изросшиеся растения как на данный момент вот этот жених видите вот эти все процветшие ветки они уже все все-все-все как бы оголились они уже не цветут и их обязательно нужно обрезать вот смотрите она этот колокольчик дают новую поросли и обязательно вот эти старые процветшие веточки обязательно нужно срезать вот так просто не жалея их старые мы срезаем переукорения укоренить можно эти растения но нужно брать череночки вот такие вот вот видите с пяточкой вот такая пяточка вот это все плохие листочки оборвать их окунуть стимулятор роста корневин данном данной ситуации и поставить вы плохо обрезается ножницы тупые взяла вот такое у нас в общем покоренение да взять такое с поставить в торфяную таблеточку окунуть в корневинчик и поставить в тепличку и он даже осенью даже зимой я укореняла спокойно пускает корешки вот так просто черенок должен стоять теплым светлом месте вот такой у нас получился вазончик постриженный ничего страшного а весной весной где-то феврале месяце я обязательно его пересажу так как этот компонула быстро израстается ну вот она нормально цветет а уже через года два все уже цветение такое скудное и не такое обильное так что каждый год нужно компонула пересаживать в свежую землю вот еще у меня есть вот такой махровый очень красивый цветок но я считаю что махровый сорт колокольчика более прихотлив он даже мне кажется не переносит кратковременной пересушки почвы и не любит очень жесткую почву для пышного цветения вот такие вот увядшие бутончики обязательно нужно удалять они конечно гораздо меньше и многочисленнее чем у жениха и невесты и здесь приходится я скажу вам повозиться пока я их оборву вот эти все увядшие цветочки проходит немало времени зато кустик потом стает более компактный более красивый аккуратный а цветы похожи на маленькие беленькие розочки еще хочу вам сказать вот такие небольшие полезные советы по уходу за компонулой чтобы вырастить вот такое компактное растение можно прищипывать черенки над 3 4 парой листочков но это смотря какие вот это он сам уже растет компактный кустик а вот именно невесту вот эту обязательно надо прищипывать на северном окне они вытягиваются и плохо цветут у меня балкон и окно это все юго-восточная сторона и вот потому они так обильно и красиво у меня цветут еще я уже говорила на вот этот колокольчик очень часто нападает паутинный клещик вот вы увидите может быть даже можно без лупой увидеть или без этого забыла как он у меня называется в общем листочки будут такие в крапинку желтую это уже знаете это уже на нем паутинный клещик обязательно нужно травить на срезе черенка выделяется млечный сок перед посадкой его обязательно нужно смыть или ненадолго оставить черенок в воде а потом обмакивать в корневин и сажать в торф или в торфяную таблетку или еще в какую-то легкую почву и обязательно накрывать чем-то сделать ему парничок тепличку окоренять в воде я не пробовала если кто пробовал можете написать я вообще-то я сама могу попробовать у меня черенков довольно таки много сегодня это попробую попробую в водичку поставлю попробую окоренить еще хочу сказать что компонола тоже не любит очень яркого солнца на солнце короче при условиях большей сухости воздуха листья светлеют цветочки выгорают это значит растение подает сигнал что ему очень очень жарко его надо или притянить или поставить более более прохладное место ну продолжительность цветения и количество цветков зависит от того насколько был глубокий период покоя у растения хорошо отдохнувший набравшийся сил цветок будет вот так охотно обильно очень ярко цвести вот сейчас конечно осенью цветение идет на убыль но все равно все равно очень приятно вот так выйти на балкон или окно осенью когда все листья уже такие почти полуполу опавшие и у тебя на балконе или за или в окне растет вот такая еще яркая красота вот такое вот растение у меня цветет оно у меня очень-очень нравится единственное да что вот махровые сорта для меня не знаю как для кого а для меня они очень-очень капризные но зато вот такая вот красота все вкратце я вам рассказала об уходе и размножении вот такого вот комнатного растения здесь у меня еще один женишок еще требует вот он отсвел еще требует кардинальные обрезки это такие мои цветочные будни встаю рано бегом к цветам и навожу у них порядок единственное что вот они радуют меня своим цветением все всем всего доброго пока 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 делитесь своими секретами со мной всем всего доброго пока пока